МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила о продлении до 2017 года включительно срока вступления в программу материнского капитала. Об этом мы не только говорим с руководителем Рязанского отделения Пенсионного фонда России Геннадием Пашиным. Ольга Голодец – это зампредседателя правительства нашей Российской Федерации по социальному блоку. Взъявление ее очень уместно и своевременно, потому что мы знаем, что закон о материнском семейном капитале прекращает свое существование с 1 января 2017 года. Я имею в виду, что после того, как в семьях родится второй и последующий ребенок, то есть с 1 января 2017 года, в соответствии с законом, органы Пенсионного фонда перестанут или прекратят выдачу материнским семейным сертификатам семьям, у которых родился второй или последующий ребенок после 31 декабря 2016 года. И, конечно, в обществе сегодня идет полемика и много разговоров. Сохранить эту программу или не сохранить, или видоизменить, может быть, переноцелить какие-то другие слои населения, просто поддержать этой программой. И я считаю, что все-таки для того, чтобы было времени, хватило для обсуждения этой темы, и выбран 2017 год, продлить эту программу для всех пока семей, а дальше уже определяться. – А что, материнский капитал себя как-то не оправдал? Или очень большое количество мам, или очень большое количество нарушений? Почему снова встал этот вопрос? Мне казалось, что это было достаточно удобно, получать какие-то денежные средства, если рождается первый и второй ребенок. Ну, жизнь показала, что вот этот закон или эта программа поддержки семей, материальной поддержки семей, она была очень свьевременной, и многие ведь семьи откликнулись на эту программу. То есть, если мы возьмем динамику рождаемости вторых и последующих детей в наших семьях, то по сравнению с 1 января 2007 года, когда вступила эта программа в действие, на сегодняшний день количество вторых и последующих детей выросло почти на 20%. Вот даже в нашем регионе. То есть, на сегодняшний день это говорит о том, что программа действительно себя оправдала, и ее, наверное, нужно сохранить, потому что в нашем обществе еще не… Вот эта проблема демографии, она еще не преодолена. То есть, сегодня наше население очень сильно стареет. И хочу сказать, что вот мы, работники пенсионного фонда, ощущаем это, исходя из своих доходов и расходов. Потому что сегодня на одного работающего гражданина нашей Рязанской области приходится более чем один пенсионер. И понятно, что средства, которые мы получаем в виде страховых взносов от наших работодателей, нам на выплату техучих пенсий нынешним пенсионерам не хватает. И, к счастью, просто есть другие регионы, где этот излишек, но там, где демография несколько лучше в этом смысле, то есть, более молодое поколение и меньше пожилого. Но центральная зона России, она, в принципе, действительно вся очень сильно стареет. И вот нам надо способствовать к тому, чтобы прирост молодого поколения был более интенсивным, даже по сравнению с теми цифрами, которые мы имеем сегодня. Есть какой-то бум, мамочки, у которых есть на руках бумажка, материнский капитал, но они еще не обналичили ее, не придумали, куда и как использовать. Ну, если говорить сегодня о этих цифрах, то могу сказать, что на сегодняшний день у нас, в Рязанской области, в рамках действия этой программы с 1 января 2007 года родилось более 40 тысяч вторых и последующих детей, но на руки мы выдали пока 35 тысяч сертификатов, ну, почти 35 тысяч. То есть где-то еще 7 тысяч семей даже еще и не обратились за этими сертификатами. Ну, в принципе, закон не регламентирует время получения этого сертификата. То есть до момента совершеннолетия ребенка всегда можно будет прийти в органы пенсионного фонда и получить этот сертификат, и потом использовать денежные средства по ним. И для семьи тоже как бы страха не вызывает то, что чем больше они не будут использовать материнский семейный сертификат, то его номинальные стоимости, она каждый год растет. Если мы начинали с 250 тысяч рублей, то на сегодняшний день стоимость материнского семейного сертификата, она оставляет уже 430 тысяч. С 1 января 2015 года, соответственно, мы тоже проиндексируем эту стоимость, и она будет еще выше, за 450 тысяч уже уйдет. Поэтому здесь страха таких семей не испытывают, и многие ждут момента, когда с большей пользой, что ли, использовать эти денежные средства. А куда чаще направляют на приобретение жилья, на учебу? Да, мы сегодня видим, что в целом по области мы выдали 5,7 миллиарда рублей на посредство материнского семейного капитала. Из них львиные доли, это 5,5 миллиарда, ушли именно на учрение жилищных условий семей. То есть жизнь или семьи распоряжаются таким образом, чтобы действительно в первую очередь изменить условия проживания семьи. Что бы Вы посоветовали сейчас нашим телезрителям, которые на любую новость обычно реагируют жарко, бурно, пытаются что-то найти на сайте, пытаются заглянуть к Вам в управление, чтобы разузнать, не ошиблись ли они, и все ли они успели сделать. Вот чтобы не было никакого ажиотажа, чтобы все грамотно спланировали, сколько детишек нужно, как, чем распоряжаться. Только могу одно посоветовать, что действительно на любую горячую новость надо всегда реагировать с трезвой головой. То есть сначала все оценить и дальше уже найти достаточно ту информацию, которая более-менее реальна и основана на законах, основаниях. Это в первую очередь та информация, которая представляется пенсионным фондом, или вот мы ежегодно все семьи информируем о том, сколько они использовали средств по семейному телезрскому капиталу, сколько денежных средств у них осталось на постоянную, на день информирования. Мы информируем до 1 сентября текущего года все семьи, которые получали сертификаты на материнский семейный капитал. И здесь, конечно, вот та информация, которая имеется у нас, она более всегда достоверна, законна, и, конечно, ей надо всегда пользоваться. Ну вот за кадром вы сказали, что нарушений, в общем-то, по части использования практически и не было. Но, может быть, какие-то случаи, которые сейчас телезрителям объяснят, что чего ни в коем случае не нужно делать? Спасибо за вопрос. Вообще вы прям вот по этой теме усиленно как бы меня наводите на мысль о том, что надо об этом поговорить. Да, когда мы начали выдавать денежные средства, не выдавать, а направлять денежные средства по использованию террористского семейного капитала, то у некоторых семей было предстрастие к тому, чтобы найти механизм обналичивания этих денежных средств. И были фирмы, которые были согласны на это идти, и многие семьи отдавали более 70% денег за эти услуги, чтобы какую-то долю получить. Не понимая, что оно того не стоит? Не понимаю, конечно, что этого не стоит, и что это приведет все равно потом к уголовной ответственности. И мы провели большую работу с нашим, благодаря помощи правительства Рязанской области, глав администрации муниципальных образований, создали комиссии, которые проверяли, насколько соответствует требованиям для проживания той или иной помещения, которые семьи хотели приобрести за счет средств материнского семейного капитала. И вот благодаря общей этой работе мы сегодня как бы эту лавочку прикрыли, и практически вот у нас уже третий год нарушений по использованию средств материнского семейного капитала в области не наблюдается. Ну и в целом по стране более-менее стало спокойно, потому что каждый регион, мы, если помещение или дом приобретался в другом регионе, мы своих коллег просили проверить, и нам дать соответствующую информацию. И мы тогда, если мамочка не успокаивалась, тогда эти материалы направляли даже в следственные органы. Ну это еще, я понимаю, есть какая-то вот когорта неблагополучных семей, но некоторые действуют еще и от страха, что вдруг не успею обналичить, вдруг что-то не получится, вот лучше бы сейчас. Не верят люди бумажкам, точнее они верят в другие бумажки. Нет, ну в данном случае ведь понятно, что мы наличные деньги никогда не дадим на руки семье, а те направления по использованию средств материнского семейного капитала, они же практически не меняются. Это на улучшение жилищных условий, это на обучение детей, содержание в детских дошкольных учреждениях, независимо от форм собственности. И это можно направить на будущую накопительную часть пенсии мамочки. В данном случае семья не должна перед собой видеть какой-то страх, тем более что материнский семейный капитал с годами, он не уменьшается, он только увеличивается, даже на уровень не менее чем уровень инфляции. Исходя из этого, конечно, стремиться к тому, чтобы найти варианты скорее бы наличить или получить эти денежные средства не стоит, лучше идти по определенным законным путям. Спасибо большое за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заглядывайте на наш сайт город62.тв. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова